Привет всем, друзья! Сегодня у нас суббота, 4 июня. И мы направляемся сегодня в очередное место, в очередной музей под открытым небом. Сегодня, да, солнечно, да, жарко, но не так, как в прошлый раз. Значит, мы уже готовы к дороге, к пути, в путь собрались. И даже Идоша сегодня впервые упаковал сам себе тоже рюкзак. Что я хочу отметить, что вот он сложил даже не только мама с папой с рюкзаками ходят, а Идошка даже сложил рюкзак, взял туда водичку, взял туда свой снаг свой, да, взял бинокль игрушечный, так? Ну да, но это не военный, а игрушечный, правда, для деток? Да. Вот. Что еще ты собрал туда? I want to pack a notebook, a pencil and my sunglasses. Да, взял очки от солнца, еще кремом мы намажемся, когда выйдем, и часы. And a notebook and a pencil. Ну да, и карандаш, и записную книжку. Все, так что мы выезжаем. Да, Константин? Все, вперед. Так, вот мы приехали уже в мюзем, маркомюзем, вот открытый мяпом. Вроде бы людей много нет, мы и так понимаем. Потому что посмотрели, что нету много людей. Здесь еще напротив плаза потом можно будет пойти в магазине где-то, купить еды, покушать. Так что все, вот Костя вышел, уже взял возик. Идем в музей, посмотрим, что интересного здесь. Мы увидим сегодня. Это это же Back to Start. Это что мы делаем сейчас? Это вот написано. Видишь, это так, как было давно-давно здесь. Ты можешь посмотреть, как это было. Просто гуляешь, да? Как Google. Помнишь, как мы Google гуляли как будто? Классно. А там настоящие фотографии, как было и как... Вот как это было. Вот как это стало. Вот как это было. Виктория Square. Вот какое-то стало. Она изменилась. Вот растение. Вангл. Вот как это расстроилось все. Полмира. Конечно, все перестроено. Ну, то же самое. Марком High School. Марком Вилаж. Все было Вилаж. Донейшн. Давай. Все? Молодец. Мы пришли. Мы пришли. Никого сегодня нету. Ни одного человека. Ни одного человека. Это очень круто. Я и сам. В основном здесь пусто. Все инструменты разные. Здесь строят вот из таких кубиков. Могут строить. Вот. Вот это вот тоже можно строить. Видишь, она сказала, что мы тоже можем это построить. Ну, там так. Кива-бёрд. Кива. Вот из этого строят. О, май гааш. Да, не трогай пальцы. Вот, брикс ты можешь сам строить. Да, вообще никого нет. Это что было плохо. Вау, вообще никого нет. Супер. Да, здесь можно шарики. Вот. Здесь такие лежат. Брикс. И можно из них строить то, что мы хотим. Называется Кива. Да. Строите. Кива-бёрд. Кива-бёрд. Прикольно. Вообще никого нету. Классно. Классно. Вон тут и шарики есть, которые были в том музее, за которые надо было бороться. Най. Вот. Здесь не надо в очереди стоять. Помощница. Можно построить дом. Папа, это для тебя тренировка. Мама пока будет, пока мама будет здесь расстраивать, папа будет там. Главное называется, детей привели в музей. Папа построит дом, мама строит конструктор. Классное место. Вообще никого нету. Супер просто. Какая лопатка красивая в Капе. Я им сейчас построил его с определенным. Раби складываются, все складываются. Ладошка там играется. Классно. Никого нету. Просто полсята. Только мы. Как классно. Мы еще на улицу не шли, это у них просто есть закрытое место, вот эта комната, и там еще есть одна. И на улице. Привет, Итошка. Так что мы здесь еще построим немножко и пойдем на улицу. На улице жарко, нам здесь хорошо. Продолжение следует... Прикольно, вау. Классно. Это склеенное, конечно. Вот это я тоже могу попробовать сложить. Ой, меня эта вещь, мамаш, прикалывает. Очень прикольно, очень прикольно. Очень прикольно. Надо бы зайти посмотреть у них на сайте. Мы сейчас вышли на улицу и направляемся. Здесь дома под открытым небом, по идее они открыты, и мы можем заходить в них. В них нет актеров, как это было, например, в том месте, где мы были. У нас здесь такая беседочка. Но, по идее, можем заходить. Но если мы захотим гида, то мы можем прийти, и мальчик с нами с удовольствием пойдет, нам все расскажет. И там есть можно, ну, взять, слушать, как бы, в наушниках, но я не думаю, что в этом есть смысл. Вот. Ну, в общем, здесь вот всякие такие есть дома. Сейчас мы попробуем в них зайти, блин, мне интересно. На самом деле, зайти в дома было нельзя. Это, я называю, размечталась одноглазая. Вот, знаете, разница между государственным и частным. Вот там, где мы были, Black, вот этот вот Black Creek, Pioneer Village, это частное место. Там поняли смысл всего этого дела. И там вкладываются в эти дома, естественно, там актеры, и это поддерживается, весь этот мейтенненс этих домов. В данном случае государственное от города, да, место. То есть сюда, да, тоже были связины вот эти все дома с разных мест старые. Конечно, за ними никто, ну, смотрят, наверное, чтобы они совсем не развалились. Но внутрь зайти, конечно, было нельзя. То есть вы можете зайти с гидом, он откроет вам дверь, но вы не сможете зайти внутрь, потому что дома в достаточно аварийном состоянии. Маленькие все изочки. По большому счету, никто за этим сильно не смотрит. Как мой муж говорит, там, наверное, куча крыс живет внутри. Поэтому, в общем, никому это не нужно. Просто стоят себе эти домики посреди вот этого поля, грубо говоря. Приходят сюда и фотографироваться, естественно, к свадьбам. Тоже можно там делать разные семинары и сборы. В основном, я поняла, для этого туда и ездят. На свадьбах выручку делают больше, потому что там вход, по-моему, около 6 долларов. Но, естественно, мы по пасу прошли бесплатно. Вот это здесь мини-полев. Мы там играем чуть дальше. Сделано так смешно в домиках. Стороны выкатываются. Прямо сюда. Прикольно. Очень красиво. Боже, какая великолепная погода сегодня. Павел, а там еще хочется такой городок. И там открытая церковь. Ну, там здание церкви открыто. Привет, Идоша. Тебе нравится? Нет. Это мискор. Вау, молодец. 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 Приятное место просто прогулочки такой, но для того, чтобы там провести столько времени, нет, там по большому счету нечего делать, вы за час обойдете буквально все, что там есть на улице. Внутри вот это мне больше всего понравилось, конечно, ну в общем, просто вот чисто для информации. И, конечно, понравилась вот эта станция, вокзальная как бы станция, вот, там очень красиво можно сделать фотографии и такое красивое местечечко, вот такой маленький фрагмент отрывок истории. А так, в основном, конечно, нечего сравнивать с Black Planner Village, если вот вы хотите что-то увидеть такое с актерами, красивое, зайти внутрь дома, посмотреть, как это все было, это все, лучше ехать в Black Planner Village. Дюй, это такой путь. You need to have a ball, you need to throw it at somebody else. If they get tagged, they're out of the game. If they don't get tagged and they dodge it, they're not out of the game. It will blow! It hits you by your hips or down. Субтитры создавал DimaTorzok